Всемирная паутина. Средства, заработка, возможность уйти в виртуальный мир, общение, площадка для мошеннических схем и так далее. Пока заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев оценивал возможность отключения России от иностранного сегмента интернета, участники проекта «Семья. Перезагрузка» встретились, чтобы поговорить о потенциальных пользе и вреде всемирной сети. Это вторая встреча в районном центре культуры и досуга в рамках проекта, созданного для помощи семьям. Мы рассмотрим такой вопрос, как всемирная сеть интернет – это благо или зло? Что можно получить из сети интернет? Как обезопасить себя от действий мошенников? Как ограничить детей от нежелательного контента? Детям дать информацию о том, что очень много полезной информации в интернете можно подчеркнуть и что потом в дальнейшем можно реализовывать свои профессиональные деятельности, ну, может быть, работать в этой стезе. Интернет – технологии, добро – это или зло? Вот ты как считаешь, во благо они нам или все-таки… Во благо. Расскажи, а просто на все позиции? В интернете сейчас общение, все. Сейчас все почти в интернете. Много ли времени уделяешь интернету? Ну, не очень много, потому что некогда. Я езжу, занимаюсь, киров каждый день. Две площадки – взрослая и детская. И на каждой обсуждали обе стороны медали. Про угрозы, которые таит в себе интернет, собравшимся рассказали слободские правоохранители. Мы будем проводить правовое просвещение, как детей, так и их родителей. Расскажем о правилах поведения в интернете. Значит, родителям мы доведем некоторые моменты, как контролировать детей в интернете, чтобы дети не попали в какую-либо конфликтную ситуацию, не стали жертвой мошенников. Поэтому, значит, мы подготовили вот такие буклеты, значит, при поддержке прокуратуры. И будем сегодня в том числе распространять. Значит, данные буклеты содержат краткие правила для родителей и для детей по медиабезопасности. Дети нередко становятся жертвами так называемого кибербуллинга – травли в интернет-сети. При этом преследователями могут быть как незнакомцы, так и одноклассники. Совет от специалистов родителям – объяснять ребенку, какие сообщения, фото и видео категорически запрещено размещать в сети, а также ограничивать время, которое ребенок проводит за компьютером. Детям во время беседы напомнили, что о любых угрозах, оскорблениях и прочих проявлениях кибербуллинга нужно сразу сообщать родителям. Взрослые разберутся. Кроме этого, в интернете сейчас могут находиться различные виды групп, которые подталкивают ребенка на совершение суицида. Поэтому родителям нужно быть на чеку и настроить доверительное отношение со своим ребенком, чтобы обо всех каких-либо конфликтных ситуациях, либо неприятностях, которые могут произойти при пользовании интернетом, они сообщали своим родителям. Волков боятся в лес не ходить. Некоторые тем временем в этом самом лесу, то есть в интернете, находят прекрасные и совершенно легальные способы заработка. Среди таких людей Сергей Бурков. Он успешно занимается рекламой и продвижением сайтов на интернет-площадках. Это огромный рынок труда, где можно зарабатывать серьезные деньги, не выходя из дома. И мне кажется, что это актуально. Желательно зарабатывать на том, что будет длительное время существовать, а не на каких-то хайповых темах. Например? Например, можно сделать группу ВКонтакте. Либо можно сделать сайт, либо можно удаленно работать переводчиком, копирайтером. То есть очень много вариантов. И зачастую люди не понимают, что эти варианты есть. Они думают, что интернет – это ВКонтакте, ТикТок и все. А на самом деле очень много различных возможностей. Тогда интернет во благо. Именно об этом моменте рассказали приглашенные специалисты. Так что участникам встречи есть о чем подумать. А значит, очередное мероприятие проектом прошло не зря. Продолжение следует... Продолжение следует...